Друзья, всем большущий приветик! С вами Алиса, и мы играем в Симпсоны Спринфилд. Ну что, сегодня мы с вами полностью пройдем первый акт и получим малыша Гомера. Давайте же снимем лапочки, там, наверное, еще не хватит. Сейчас проверим. Да, еще одного персонажа нужно отправить. Ускоряем. Давай, Гомерчик, побыстрее. Садись на игрушки. Гу-бу-бу. Уф, мама с папой и так парочка пускающих слюни дурачков. А теперь они в младенцев превратились. Постой, я знаю. У нас же остался один из тех старых переводчиков Герба Пауэлла с младенческого. Давай попробуем его. Вдруг он еще работает спустя столько недель. Щелк. Папочка дом, папочка дом. Работает, Барт. Он говорит, что он папочка и что он дома. Ух ты, это значит, что мы наконец-то и Мэгги услышим. Запомни эту мысль Мэгги. Интересно, под словами папочка дом он подразумевал, что хочет домой к своему папе? Совершенно верно, Лиза. Мне казалось, что это очевидно, но, видимо, я ошибался. Поэтому позволь мне перефразировать. Папочка-папулечка хочет пойти домой-домой. Прямо сейчас. У этого переводчика какой-то странный алгоритм работы. Получено шесть пончиков. Это вместо подарочка, вот, кстати, вот он здесь, старая ферма Симпсонов. У кого ее нет, вы ее получите вместо этих шести пончиков. Класс! Вы привезли меня домой на старую ферму моего папки. Ага-га. Именно это мы тебе и сказали, когда толкнули твою коляску в терновый куст. Слушай, пап, это очень важно, что превратило вас с мамой в малышей. Вот честно, не помню. Благодаря этому переводчику я могу четко общаться, но мои умственные и фекальные способности теперь как у младенца. Кстати, время для сказки на ночь. Вот уж нет, приятель, меня еще устроит история в истории, но история в истории внутри истории для меня – это уже предел пределов. Мы скоро вернемся, пап. Пока покатайся по городу в своей коляске, а мы выясним, что помнит мама. Ух ты, какие страсти пошли! Уже хочется побыстрее узнать, что там дальше. Так, отправляем Лизу быть неважной нянькой. Давай-давай! Конечно, какая-то еще нянька отправила малыша папку одного кататься там вокруг дома. А сама пошла дальше гулять. Выросла уже до 100. Циферка уже не 50, уже нужно будет раза 3 отправить. Но я считаю, все равно достаточно мало, даже 100. Справится абсолютно любой за неделю получить все призы, так как Симпсоны мы получаем, ну, семью Симпсонов мы получаем с самого начала прохождения игры, и они точно есть у всех. Поэтому я очень рада, что вы, все, каждый из вас, кто участвует в этом ивенте, сможете получить все. Главное, не лениться и отправлять персонажа на задание. Ну что, достаточно уже вам? Достаточно. Конечно, поставить ничего себе такое большое. Их, 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 так. Так, да, сюда мы ставили, вот сюда. Есть. Мама, Мэгги, прекратите драться! Чмак-чмак. И верни Мэгги ее пустышку. Она моя! Я купила ей-ей-ей, когда еще понимала, что такое деньги. Да, но ты дала ее ей, так что теперь она ее. Но я сейчас так же не понимаю и суть владения, так что она моя. И от нее, похоже, толку не будет. Ладно, мам, вы тут пока побузите, а мы пойдем по делам. Но никаких ударов в горло булавками от подгузников. Да, все интереснее, интереснее. Давайте вернемся к зданию. Вот очередное здание требуется у нас к постройке. Но разница в том, что никаких диалогов вот опять нету. Получается, если раньше нам давалось здание сразу же, мы не ждали, пока оно построится. Но к нему где-то несколько заданий давалось при даче, то немножечко по-другому. Интересно, подозреваю, что что-то нас ожидает, но не зря же тут такие красивые фонари стоят, поэтому давайте отправлять Лизу быть ужасной нянькой. Да, Лиза, ты офигела, да, опять? Угу, вот и анимация, как видим. Загорелся у нас бигборд, видите, и фонари загорелись. Ну и... Вот эффект только анимации, видите, она сначала билась, а теперь вот просто стоит и мигает фарами. Но ничего, в принципе, пойдет. Ага, Лиза тоже там проходит свое задание. Хорошо, ускоряем Лизу. И снова сто. Тоже быстренько пройдем. Пунчиками я запаслась уже. Я думаю, этой суммы точно хватит. Ну, конечно же, это не окончательно. Я буду продолжать их фармить. Сейчас проверим, сколько у нас уже игрушек собралось. Семьдесят, ну, и еще разик. Как они все не любят работать. Возмущаются постоянно. Поставить. Конечно. Все мы ставим, все рассматриваем. Детушки и приветушки. Я поливал крыльцо святой водой из шланга и обнаружил это устройство, а еще забрызганную кровью разбитую детскую коляску. Что это? Умная колонка? Именно так я и думал. Но вот тут на этикетке написано, что это омолаживатель, чем бы это ни было. Погодите, папина коляска в крови? С ним все в порядке? Побеспокоимся об этом позже. Сейчас нам надо разгадать захватывающую загадку омолаживателя. Вот это поворот. Вы заметили? Кто-кто? Барт первый побеспокоился о папе, о Лизе. О Лизе это было не так уж интересно. Я, честно говоря, в шоке. Лиза сама на себя не похожа. Давайте ускорим постройку. Знакомое здание, в принципе. Наверное, это какой-то магазинчик. Ну, не скажу, что совсем такое яркое, красивое, но вполне пойдет. Давайте посмотрим. Значит, Гомер, куда-то подеваться. Задание Лизу быть невероятно плохой нянькой. Знаете, как вот ты думаешь, что уже хуже быть не может? Может. А надо пополивать крыльцо из шланга. Отправляем. Друзей и товарищей. И, кстати, смотрите, хоть это и персонаж, но всего тех же 100 игрушек вам понадобится. Не 200, не 300, а каких-то несчастных 100. Тут, ну, реально можно приз получать каждый день. И, ну, это даже если это неделю нам дается на 5 призов. Ну, это на таком расслабоне можно проходить. Хм, супер. Облегчили, мне кажется, задание. Здесь Лизу отправляем. И Гомера. Не возмущаемся, Гомер. Это твоя работа. Так что... Проверяем обязательно. Видите, здесь внизу надо крутить. Вы можете запутаться, кто из новеньких. Вот, крутите. Вот, видите, здесь ползуночек такой серенький. Значит, есть что прокручивать. Прокручиваем. Убеждаемся, что мы выполнили все задания. Вот, и только тогда вы сможете получить приз. Так как можно подумать, что тут всего лишь одно задание. Всегда находятся такие люди, которые пропускают, к сожалению. И не понимают, почему они не получают приз. Первый есть. Второй подход. Кстати, сейчас пойдем еще проверим. Батя из Кав тоже вернулся. Перепроверим. Семьдесят должно быть. Да. Пока они там доходят, быстренько пролетим к батискафу. Есть. Вот опять лентяй, видите. Не хочет. Ну, все, уже должно быть. Поздравляем. Завершено задание игры юности. Финальное в этой истории. Бублики, прорезыватели. Малыш Гомар. Ну, привет, няшка. Фух. Первый-первый пошел. Так, раздражает меня тут немножко глюки. Вот те она. Мой мальчик снова стал жалким малявкой. Берегись, чувак. Я, может, и мал, но по весу попадаю в девяносто девятый. Процентиль. Ммм, это как понять, интересно? Процентиль. Гомер, в первый раз я был отстойным отцом и не стыжусь. Это признает... Не стыдишься? Не-а. Даже в некотором роде горжусь. Пойдем-ка выпьем чего-нибудь. Заставить малыша Гомера хлебать лимонад. Ммм, анимированное задание. Давайте отправим, конечно. Куда же ты пойдешь пить лимонад, интересно? Ой, у него какой-то звук такой забавный. Тихий очень. Вот, сидит он на лавочке, пьет лимонад. Ну, как вам маленький Гомерчик? Он просто такой маленький, что, честно говоря, с трудом, с трудом можно узнать в нем Гомера. Еще хорошенький, хоть он тут и сидит рыгает на лавочке. Ну, тем не менее. Ну, сейчас слушаем звуки. О, ничего не сказал. О, доу, да? Доу. Доу. Такой детский доу. Ай, пап, а в детстве ты был милягой. Такой лысенький, пухленький. Ура. А что случилось потом? Наверное, некоторые вещи на детях смотрятся лучше. Заставить Гомера с возрастом избавиться от миловидности. Доу. Ну, вот опять это доу. Отправляй. Кошмар. Это кошмар. Хорошо, что оно не увеличивает еще крупнее. А вот это уже Гомер, которого мы знаем и любим. Это жесть. Вон уже пузико появилось. Да, почухаем там, почухаем затылочек. Я в шоке. Ну, в принципе, других заданий я не ожидала. Но что это будет вот так, даже подумать не могла. Так, уходи давай. Вот, мешаешь нам любоваться. Ух. Но вот это доу. Смешит, конечно. И офигеть. Целых два задания нам дает. Ну, даже не три. В прошлый раз было целых пять. У наших персонажей теперь всего лишь два. Как-то совсем коротенькие прохождения. Фух. Ну что, в принципе, я очень рада. Надо будет еще привыкнуть, что у меня такой малыш в городе появился. Смешнючий, который будет пить лимонад и рыгать на лавочках. Это ужас. Вот. Ну, что? Здесь уже ничего нету. Буду ждать следующей среды, следующего акта. Вот. И на этом все, друзья. Следующие покупочки у нас будет в новом видео. И первая покупка у нас будет экспресс-лимонад. Вот это вот предложение от Гила. Вот эту штуковинку мы купим. И будем проходить задание. Посмотрим, что же там интересненького. И заодно, кто планирует покупать, но не уверен, сможете посмотреть, стоит ли покупка того. Все-таки, ну, 299 пончиков на дороге не валяются. Большая сумма. Вот. Так что, друзья, до встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok